Всем доброе утро! Вы на канале Татьяна Егорова, Птичий дворик. У нас сегодня солнышко после страшной ночи. Слава Богу, деревья все уцелели. Хотела открыть дверь, думала солнышко, будет светло, хорошо. Но вот не получилось, очень отсвечивает. Кто смотрел вчера мое видео... Так, кого-то зажали, кто-то орет. Вот здесь вот у нас было очень много петухов. Очень много. Скажу сразу, клетка не такой вот высоты, а кто-то подумает, что им тут тесно. У них туда наверх, вот под этой балкой, короче, крыша где-то вот здесь у них получается. Если туда вот посмотреть, то вот вон он, вон там потолок. Им там высоко еще. Ну вот мы здесь оставили Загорске. Прямо смотрите, как им, ну, хотел сказать, тесно. Широко теперь. У меня подсветка на камере, поэтому боятся. И вот у нас еще не убирались. Даже вот пока индюшку убрали, этих вот сюда отсадили быстро-быстро. Вот посмотрите, что творят. Сейчас свету беру. Так как петухи пойдут на мясо, потому что это от моих легорнов, мне нужны от них были только молотки, эти петухи у меня пойдут на мясо, поэтому как бы так убрались очень быстренько. По-спартански их будем содержать. Просто посыпали... забыла, как называется, известь. И опилки, и все. Вот такая у них банка с водой. Там внизу лежит кирпич, чтобы они не перевернули. Вон у них уже полная кормушка опилок нашвыряли. Но, я думаю, через два месяца я их не буду растить, начнем их уже убирать. Ну вот и все. А этим вот здесь посвободнее, конечно, стало. Он даже просвет видно. Здесь чуть больше 20. Тут, наверное, у нас... Мы сейчас считали 18 штук. А здесь то ли 23 осталось. Как-то так. Это вот у меня петухи, про которых я говорила. Загорские. Точнее, здесь все. Здесь и петухи, и молодки. Загорские из другого хозяйства. Или горные. Из другого хозяйства. Вон индюшонок один ходит на заднем плане. А один у нас остался. Он был бракованный, и мы его не стали продавать. Ну вот из этого состава я, наверное, молодок отдам благополучно. Они у меня уедут в площадь. К тете петушков я себе оставлю. Загорских буду выбирать. Или горнов оставлю себе. Ну, тут есть немножко прям молодок. Я не знаю, может, штук 6-7 всего будет. Вместе. Все вместе. Или горнов, или загорские. Так что вот. А это вот от моих. Эти чуть постарше. Вот мне их разница 2 недели. Я извиняюсь. Ну вот, это льве горные. Это вон, вот, загорские. Мало, конечно, девчонок. Очень мало. Не знаю, может, с десяток и тех, и этих будет. Ну вот, куда деваться. Вот как-то так выкручиваемся. Сейчас еще чуть-чуть вот эти вот у меня товарищи посидят здесь. И пойдут в брудерную комнату. Там у меня 2 петуха сидят в брудерной комнате, но в ящике. Я просто боюсь. Иногда петухи вываливаются из этого ящика. Может быть, клетку плохо закрываем. Я просто боюсь, они у меня побьют вот этих маленьких петушков. Поэтому пока вот их не пересаживаем. Если получится, завтра уберем тех петухов. Ты что там сидишь-то, дурачок? Проверяешь яйца? Вот, тогда переведем уже вот этих вот всех вот в брудерную комнату, чтобы им не так тесно было, покомфортнее будет. Посмотрите, сколько пера. Прямо одно перо. Вот после того, как на меня легорны нападали, я прям вот побаиваюсь петухов. Особенно легорнов. Легорны мне очень нравятся. Но в этом плане вот они очень агрессивные. Они за своих кур прямо горой. Я уже рассказывала, как я испортила двух племенных петухов. Вот теперь я таких, конечно, ошибок не делаю. Все, надышалась я пыли. Эти мелкие легорны. Прям все тут в пыли от них. Вот как тут убираться? Вот сейчас я уберу этот стеллаж. Да, ну что, через час здесь будет опять все в пыли. Ну ладно, что теперь поделаешь. Все, товарищи, всем удачи в наших, скажем так, птицеводческих делах. У меня это вообще было как хобби. Теперь вот затягивает.